МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шалом! Мы рады приветствовать вас на Первом Еврейском. Меня зовут Асна Тестрина, и в эфире наша еженедельная программа «Вопросом на вопрос». Сегодня мы решили попытаться ответить на один из вечных еврейских вопросов. Уезжать или оставаться? Обязаны ли все евреи собраться в земле Израиля? Или сегодня можно оставаться евреем, но жить вне Эр-Цесраэль? Я рада представить наших собеседников. Это Рав Довид Карпов, раввин синагоги в Отрадном. Добрый день, Рав Довид, здравствуйте. И публицист, и общественный деятель Авигдор Эскин, который у нас сегодня присутствует в студии в виртуальном плане, но зато из Иерусалима. Здравствуйте, господин Эскин. Здравствуйте. Еще как реально? То есть, видимость это мы, а реальность это вы. Ну вот мы сейчас это и постараемся обсудить. Последние десятилетия образ Израиля, как национального очага для всех евреев, претерпел ряд изменений. Но из самых наглядных, множество людей, поживя немного в Израиле, и сохраняя к нему самые теплые чувства, возвращаются, ну, либо в страну исхода, либо переезжают куда-либо еще. Другие живут в Израиле, но при этом больше ориентируются в том, что происходит в Госдуме или в Раде, а не знают, что происходит в Кнессете. Может быть, Израиль уже, в общем-то, может быть, уже пора признать реальность, что Израиль – это страна не для всех. Согласны ли вы со мной, господин Эскин? Я категорически не согласен со всем, что вы сказали. Спор об Израиле существовал с момента, собственно, как возникло течение избавления еврейского народа еще в стародавние времена. Его ученики, можно продолжить, а то в Азербайджанском движении появились споры. Сегодня спорить об этом уже просто не нужно, потому что половина еврейского народа и не больше находится в Израиле. Потому что, конечно, в Израиле находится подавляющее большинство тех евреев, которые находятся в какой-то стадии еврейского созидания, близки к еврейской культуре, я уже не говорю о близости к Торе и к нашим первоисточникам. То есть темы нет. Что касается тех, кто уезжает из Израиля, их меньше, чем тех, кто приезжает в Израиль. Если, конечно, если кто-то, кое-где у нас порой, сидя в Тель-Авиве, интересуется событиями в Госдуме, ну чего у нас только нет. Но мы говорим сейчас об общем направлении, которое, наоборот, исключительно в пользу Израиля. Спора нет, темы нет, но люди есть, и есть люди, которые, в общем-то, живут вне Израиля и намерены оставаться, в общем, на том месте, где живут, вот как, например, Равдовит. Равдовит – человек, который отправил в Израиль за 40 лет его деятельности столько народу, что можно позавидовать. Поэтому это как раз пример человека, который занимается поддержкой этого течения возрождения еврейского народа. Так что Равдовит мне вообще не только непонятный человек, но и глубоко уважаемый, почитаемый. Понятно. Ну как, вы согласны, так сказать, это с темой? Кроме того, совсем недавно я туда отправил свою дочь, но, правда, она, конечно, отправилась сама до кучи, но не совсем точно, что я не собираюсь в Израиль. Я собираюсь в Израиль просто вот не сейчас, не сию минуту. А когда после известных событий, скажем так, после, ну, как мы говорим, после прихода Машеиха, для некоторых это такая форму чисто абстрактная, вот для меня это более-менее конкретно. На самом деле, как говорится, уезжать нам рановато, есть еще у нас дома дела. Этим на этой формуле на самом деле все определяется. Но проблема, на мой взгляд, в том, что когда человек приезжает в Израиль, ну, то есть сходит вот с трапа самолет, он попадает с одной стороны на Святую Землю, а с другой стороны в государство Израиль. И, на мой взгляд, это две большие разницы. И понятно, что наши чувства к земле Израиля во всей его полноте тут это не обсуждает. Ну, каждый, наверное, не свои, но, безусловно, это то место, где каждый еврей должен оказаться. Но вот государство Израиля вызывает очень много вопросов. И я думаю, что у Авигдора их существенно больше, чем у меня, потому что он с этим столкнулся непосредственно. Но я хотел сказать немножко о другом, что вот сейчас мы находимся между двумя праздниками. Мы относительно недавно отметили праздник Пурим и находим в преддверии праздника Песох. И оба эти праздника, как мы знаем, они связаны с понятием Галут, изгнанием. И так получается, что в этом изгнании произошли едва ли не самые главные события еврейской истории. То есть еврейский народ возник в Галуте, если так можно выразиться. Иаков родил 12 колен, находясь в то, что мы сейчас называем Вавилоне. евреи вышли из Египта. Это было на территории Израиля. Состояли? Окей. Полную. Ну, я сейчас только закончу, просто саму мысль. Евреи состоялись, возникли как народ в Египте. Это праздник Песох. И стали иудеями, ну, только с некоторой такой натяжкой, скажем так, пережив события праздника Пури в Древней Персии. Ну, и сейчас мы находимся тоже в изгнании, последнем четвертом изгнании, которое называется Домска или Римская. Оно длится уже 2000 лет. Но мы считаем, что в этом изгнании, в широком смысле этого слова, это не только географическое понятие, должны произойти очень важные события. Ну, например, такое немаловажное событие, как приход Машеиха, Мессии, которого мы все ожидаем. То есть, другими словами, есть такое понятие шлихут, миссия. И да, есть много людей, у которых их место, это в Израиле. И те люди, которые так считают, я им говорил, да, конечно, если вы ощущаете это, если вы едете в Израиль, образно говоря, не за колбасой, или за какими-то другими преференциями, или просто тупо бежите из России, а вы едете с осознанием, что это святая земля, что там ваше место, конечно, на здоровье, правильно, и это ваш выбор. Но также мы должны понимать, что есть много евреев, у которых их шлихут, их миссия находится за пределами государства Израиль, или за пределами святой земли. И, соответственно, пока эта миссия, как говорят, дам приказ ему на запад, ей в другую сторону, пока эта миссия, миссию не сам я выбираю. Есть у меня командир, который мне дал приказ, и пока я приказ не выполнил, я, в общем, должен оставаться там, где я остаюсь. Хорошо, но очень часто бывает, на самом деле, к сожалению, эти случаи не единичные, когда религиозные люди, которые соблюдают в диаспоре, приезжая в Израиль, там в лучшем случае снижают уровень соблюдения, в худшем случае вообще снимают кипу. Получается, что, в общем-то, что вы... Это вопрос к Виктору, это вопрос к Виктору. Он, слава богу, не снял, но он наверняка знает много наших общих приятелей, которые таки, да, так поступили. Но получается, что вы отправляете людей, которые здесь бы соблюдали, которые бы здесь лучше соблюдали, отправляете в место, где они кипу снимают. Я только отвечу на эти два слова, скажу, что, конечно, я лично никуда никого не направляю, не потому что я снимаю себе ответственность. Я считаю, что это выбор, так же, как там, жениться или не жениться, выбор, который человек принципиально должен сделать сам. Я ему только обрисовываю ситуацию. Я ему говорю о тех опасностях духовных, прежде всего, искушениях, соблазнах, которые есть в Израиле. И человек уже дальше выбирает сам. Вот. Ну, а в общем-то, не дай бог снять кипу или наоборот надеть кипу, человек может в любой точке земного шара. Это прямо не связано. Угу. Да, Виктор, слушаем вас. Да, мы с вами живем на разных планетах совершенно. Вот там, где я живу, в Израиле, еврейское население примерно на треть соблюдающее шаббат. Примерно на треть. В Москве, в России таких людей вообще почти нету. Если не брать отдельных вот магикан, как Рыбдовит Карпов. Вообще еврейской жизни в Москве нету. Есть некий позор, который выплескивается в виде сплетен потом в интернет. И есть перевалочные пункты, где соблюдают что-то старое. Нету никакого созидания. Никто не пишет трудов теологических, никто не пишет трудов литературных, никто не думает там на иврите, ни в Москве, ни в других городах России. Когда мы говорим о духовных каких-то опасностях, вы вообще о чем говорите, друзья? Ведь мы говорим тут о Песах и о Пуре. Нет сомнения в том, что Всевышний так обустроил нашу историю, что наше становление в немалом смысле действительно произошло вдали от нашего предназначения. И это и есть что? Это все равно, что сказать, да, мы действительно стали на ноги вдали от Ган-Эдна, от Эдемского сада. Поэтому что? То есть поэтому есть вопрос, куда мы должны стремиться. Вопрос не в том, что так было, вопрос в том, что Песах как раз, весь смысл Песах, это выйти из Египта, а не говорить, что у каждого свой выбор в Египте. Но, во-первых, насчет духовности, это так просто реплика в сторону. У нас, по крайней мере, гей-парады не проводятся в столице города. И у нас... Ну ладно, ну слушай, ну... Я извиняюсь, я хочу закончить. Это я приводую при делании в гей-парадах, а это маленький пример. И также у нас понятие ДОС не является ругательным. Оно является у нас, наоборот, позитивным во всех слоях общества. И в прессе, в первую очередь. Но это реплика в сторону, это мы говорим про общество. Понятно, невозможно сравнить Россию и Израиль. Израиль все-таки еврейское государство, Россия нет. Я хочу сказать про еврейскую жизнь в России. И вообще-то мы знаем, что мы вышли из Египта, действительно, из рабства. Все это очень хорошо. Но мы вышли Берхуш-Гадоль. Мы вышли с большими приобретениями. И это, на самом деле, главное, как и Авигдер прекрасно знает, это главная цель, почему вообще оказались в Египте. Потому что там были искры святостей, так называемые, ради которых, собственно говоря, Всевышний нас туда и спасал. И такие же были искры святости и в Вавилонии, и в Персии, и в любом другом Галуте. В России находятся тысячи и тысячи святых искр. Это еврейские души. Когда Виктор говорит, что здесь мало религиозных, и это в процентном отношении, естественно, откуда в России в бывшем совке должны быть религиозные евреи. Но я не делю евреев на религиозных и нерелигиозных. В России огромное количество евреев, далеких от Торы, и от традиций, и вообще от еврейства. Для меня это не минус, а плюс. Это моя работа. Этих людей я должен найти и приблизить к еврейству. Именно ради этого я здесь и нахожусь. Это на самом деле не балласт, а наоборот, это то ценно, те искры святости, ради которых мы здесь и находимся. И в этом смысле Россия богатая страна. Потому что мы вообще-то здесь все, включая и меня, и Авигдора, так называемые балы и тшува. Люди, которые пришли к традиции из совершенно, тоже из Галута, но из нашего личного Галута. Наших семей, нашего образования, воспитания и всего прочего. Это то, что касается изгнания. В изгнании есть очень много бесценных вещей, которые нигде не найдешь. Еврейские души. А то, что касается еврейской жизни, я думаю, что это просто не соответствует действительности. То есть полноценная еврейская жизнь не срали возможно. Я не просто полноценная. Еврейская община и Россия сейчас является мировым лидером. Такое фантастическое развитие, такой драйв, который есть в России, нет нигде в мире. И увидели, чтобы десятки, если не сотни общинных центров были построены. Открыты синагоги, открыты ешивы. Это такого драйва просто нет нигде. Еврейская община России сейчас на подъеме. Она в этом смысле является лидером. Такие средства, которые привлекаются и пускаются на еврейские, не оседают в карманах, а реально пускаются на еврейские проекты, нету больше нигде ни в Америке, ни в Израиле, ни в Европе, нигде. Еврейская община России, что мы здесь просто находимся, это уже просто как факт, как просто маленькое свидетельство, одно маленькое крошечное свидетельство, потому что во всех крупных городах сейчас есть действующие общины, большие новые отстроенные синагоги, общинные центры, сотни еврейских школ, которые открыты. Я не знаю, о чем здесь говорить. Конечно, понятно, что это совок. Мы понимаем, что мы живем в Совке, ну, в прошлом, так сказать, Совке, понятно, что это возрождение. Понятно, что мы делаем первые шаги, но надо смотреть на вектор, на тенденцию, а не просто вот на статику. Ну, вот, поэтому, на мой взгляд, это не очень правильная оценка. Тенденция все хуже и хуже. Можно говорить о кладбище и называть это кладбище живым цветущим садом. На самом деле, ни одной книги не написано, как я сказал, ни одного стиха, это творение. Послушайте, ни одной песни не сложено. Сотни песен, я извиняюсь, мои дочери, которые помогают. Мои дочери говорят на иврит рвута, в отличие от меня. Они выучили его здесь, в Москве, в еврейской школе. То, что на один миллион, его там уже нету, скажем, на сто тысяч, можно найти три примера таких реддовит, да, можно найти еще, наверное, двух-трех таких людей. В целом, еще раз повторяю, ни одной книги не написано, никакого созидания нету, ничего нету, просто ничего нету. Есть? Есть. Определенные первые шаги, которые люди совершают, после чего переезжают в Израиль, в том числе, через синагогу моего друга Рэбдовида, и за что я ему искренне признателен. Все остальное, это просто некая имитация того, чего давно уже нету. Мой оппонент ошибается, если он откроет просто комментарий к Пятикнижию. Орахаим, глава Итро, объясняет Орахаим, что когда как раз мы того достойны, то наша миссия вот собирания этих вот неких таких искр, которые рассеянны по всему миру, она произойдет через ту радиацию, которая будет доходить до мира из Израиля. И, кстати говоря, это происходит. В Израиле сегодня сотни тысяч людей, в отличие от России, где их может быть в Москве несколько десятков, в Израиле сотни тысяч людей занимаются духовностью, теология в самом прямом смысле слова. Здесь происходит возрождение именно всего того, о чем говорили пророки. И пророки и все в наши учителя. Но мы знаем, что очень много крупных раввинов и ныне живущих или недавно ушедших, но тем не менее наших современников, которые находились в диаспоре. Есть съезды раввинов европейские, американские, там видно, поэтому можно судить. Но дело не в этом. И книги пишутся, конечно, если мы просто посмотрим по факту, книги далеко не все религиозные книги так и написаны из Дании и Русалима. Мы же говорим на самом деле не об этом. Я еще раз говорю, любые крупные раввины живут не только в Израиле. Это факт. А когда мы говорим сейчас на самом деле как раз о простых евреях, которые совсем не раввины и даже далеки от Тора. Для меня, мне кажется, когда мы говорим про еврейскую жизнь, то речь идет не о сугубо религиозных людях, которые родились в религиозных семьях. Естественно, что они соблюдают. Слава Богу, в Израиле есть много в этом смысле плюсов. И на здоровье пусть они соблюдают. И социальных лифтов для выходцев именно из этих семей. Социальных лифтов и всего прочего. Я говорю, меня в этой ситуации волнует. Я еще раз говорю, я не делю евреев или нерелигиозных, или нерелигиозных. Вообще не делю. В принципе. Когда мне говорят, что это евреи, для меня это 99% информации. То, что он религиозный, или нерелигиозный, это 1% информации. Поэтому для меня важно, чтобы те евреи, которые далеки от Торы, чтобы они пришли на пасхальный седр. Мы знаем известный комментарий Рэбби. Мы знаем про четырех сыновей, которые приходят на пасхальный седр, и которые упомянуты в пасхальной Агаде. И Рэбби, любаеческий, последний любаеческий Рэбби, говорил о пятом сыне, который не упомянут. Почему? Хотя он существует. Потому что вообще не знает, что такое праздник Песов. И, соответственно, он и не мог оказаться на пасхальном седре, и поэтому Агаде его не упоминает. Вот этот пятый сын, символ нашего поколения, вот как раз он и является главной темой. Вот он, так сказать, вот Раев, все ради него, чтобы он пришел. И где этих пятых сыновей получается сейчас больше? Все-таки в России? Нет, пятых сыновей было много всюду. И в Израиле тоже там есть, как мы понимаем, есть очень большой процент так называемых светских евреев, которые далеки от Тора, или даже наоборот очень негативно относятся к так называемым ДОСам. Это мы все прекрасно понимаем. Вот, и я этих израильтян встречаю в России, которые там приезжают. Это кровавый навет, по сравнению с тем, что мы живем в России. Сейчас, извините, господин Левский, извините, пожалуйста, сейчас подокончим и не пускай доделать. Это просто кровавый навет. Вот не стоит это повторять никак. Я еще раз говорю, я ориентируюсь на своих друзей религиозных, которые мне рассказывают ситуацию в Израиле, на своем личном опыте. Я общаюсь с израильтянами, которые приезжают сюда, и с которыми я разговариваю, ну, в качестве туристов, вот, с которыми я разговариваю. Да, ну, я так бываю и там, и там. Вот, я говорю, что просто такие люди есть, я не говорю, что это весь Израиль. Такие люди есть, и их много. Мы знаем израильскую прессу, как она освещает, да, да, так сказать, вполне, так сказать, центральную прессу, как она освещает события в религиозной общине. Мы все это прекрасно знаем. Не надо делать вид, что этого нет, хотя это и есть. Если человеку дороги эти люди, то он должен им сказать, три слова, чемодан, аэропорт, Израиль. Надо понимать, что не только в России, на Украине, но и в Америке не в последнюю очередь, тучи сгущаются. Накал ненависти в мире сегодня растет. Хамство, ненависти, и это также имеет свой выплеск в виде юдафобии, антисемитизма. Антисемитизм есть всюду, и в Израиле, как мы знаем, есть не меньше. Там тоже рисую свастики. Но если говорить о настроении в обществе, то в обществе резко негативное отношение к антисемитизму и вообще, так сказать, фашизму, к радикальным элементам. Сейчас в этом плане существенно ситуация изменилась, в сравнении с тем, что было там 20 или 30 лет назад. Я спокойно хожу по городу в кипе, но когда мне это нужно, и не испытываю никакого дискомфорта. И в какие-то газеты «Завтра», которые вообще не знают, где они издаются, где их вообще можно приобрести, это прошлый век. Это прошлый век. Никто себе не позволяет в публичном пространстве каких-то высказываний против евреев. Никто не позволяет. А если он позволяет, то его затыкают сразу же. В этом смысле из России, современной, вот сегодняшней, вот сейчас, это существенно более толерантно к евреям, чем Европа и Америка уж сто процентов. А насчет Израиля не буду спорить, чтобы не задевать, так сказать, чувства моего оппонента. Что касается происходящего на самом деле в Европе, в России, на Украине, в России действительно последние, особенно последние 18 лет мы наблюдаем политику власти, власти, которая благоприятна в еврейской общине и к Израилю тоже в немалой степени. О чем я неоднократно говорил, хочу еще раз это повторить как раз-таки с несомненным чувством благодарности. Нам есть за что благодарить нынешнюю российскую власть. Точка. Это вовсе не значит, что то, что сказал мой оппонент, имеет какое-то отношение к действительности, потому что да, действительно, на самом верху это притекается, но если мы сегодня как-то хоть немножко объективно подойдем к изучению настоящих настроений, а я с этим сталкиваюсь в сотню раз больше, чем мой оппонент, потому что я поступаю, получаю потом отзывы, но очень часто отзывы типа всех от газовой камеры, я просто могу показать, какие отзывы на совершенно корректные выступления, я получил выступления, причем симпатии, полная симпатия к России, в ответ на это я получаю такое, что просто стоит изучить и потом говорить, я просто представлю, теперь, я еще раз повторю, наша задача не в том, чтобы ругать какие-то страны изгнания, есть очень много причин благодаря сегодняшней российской власти, что я и сделал, у нас есть не меньше причин в большой симпатии относиться к нынешней американской власти, нынешний президент, вице-президент, конечно, это наши люди, при этом мы не можем не видеть того, что происходит, то, что происходит, те подводные течения, которые вывлескиваются самым ориентированным образом, и ответственное мнение проявляется не на съезде правящих кругов, а проявляется в тех самых торпиках, о которых я вам сейчас говорю, и вот если бы посмотрели, изучили, то не для того, чтобы не что-то мы здесь собрались, а для того, чтобы наоборот праздник в лесах дал нам силы праздник в песне никто не говорит о том, что мы должны уверовать какого-то человека, сказать его Богом, праздник в песне говорим в следующем году в Иерусалиме, праздник в песне весь это идея в Иерусалиме, храма, служение, духовность, именно выйти оттуда, где нас призывают быть, некоторые люди, сами находящиеся в изгнании, еще раз, мой оппонент не назовет ни одной книги серьезной, которая была написана где бы то ни было за пределами нашей страны за последние пять лет по-еврейски, нет такого. Насчет книг, конечно, я еще раз говорю, я не могу назвать книги, которые написаны вот-вот-вот, но могу назвать две книги, которые были написаны в изгнании, это Торы и Вавилонский Талмуд. Хорошо, значит, по поводу праздника Песах, дело в том, что праздник Песах это вот один такой, есть организация Сахнут, всем нам хорошо известна, в принципе, праздник Песаха это один из ее любимых праздников, потому что всегда рассказывают, что идея то, что собрали всех евреев и все евреи отправились в Эрт-Сраиль. Но на самом деле, если раньше Сахнут и вообще все еврейские организации, которые официально в Израиле работали в России, они на самом деле занимались собиранием евреев, отправив их в Израиль, то сейчас на самом деле ситуация тоже изменилась. Сейчас очень активно идет какие-то появляются общества дружбы, очень активное взаимодействие, культурные проекты, кстати, если мы говорим о культуре. То есть получается, что уже официально Израиль как-то не настаивает. Сахнут немножко изменил политику, стал больше работать с... Он действительно был как перевалочный пункт, сейчас он больше стал работать с местными организациями. Когда евреи вышли из Египта, чтобы добраться до земли Израиля, у них было одно важное условие. это Маше Робейну, Моисей. Вот, потому что заслуга того, что из Египта оказались в земле Израиля, ну, дошли до границ, там, вот, и даже за завоевание земли Израиля, как мы знаем, было под руководством Яхашу Бенун, который был учеником Маше, преемником. Так вот, глава поколения, он как раз был ответственен за то, чтобы евреи прошли через пустыню и дошли все-таки до земли Израиля. Евреи как раз сопротивлялись, как мы знаем, и не один раз. Вот, мне кажется, есть такая очень важная мысль, что вот сейчас, когда против России столько всяких санкций, и мы говорим про русофобию, то удивительным образом, вот, совершенно разные два государства, хотя, как говорится, это ведь там на четверть бывший наш народ, Россия и Израиль, они просто объективно оказались в одной лодке. Вот, мы сейчас немножко, так сказать, перекидываемся, так сказать, упреками, репликами, но на самом деле, за всем вот этом, такой, я бы сказал, спор родственников, близких родственников, потому что, на самом деле, есть удивительная вещь, что, на мой взгляд, опять-таки, это действительно полемика, что у нас есть очень много, что нас объединяет, что мы, на самом деле, сейчас в одной лодке, у нас одна общая судьба, у России и Израиля, глобально, и у еврейских общин России и Израиля. Мне кажется, об этом, но и стоит поговорить в первую очередь. Я как раз хочу поддержать моего оппонента в последнем его посыле. Но тогда, может быть, на самом деле, в общем-то, евреям можно остаться и там, и там, и спокойно, в двух странах, проливая с Макхайзенской цели. Давайте не будем заблуждаться. Если что, неужели если еврей вот возьмет и переедет в Израиль, он что, он будет свободен от антисемитизма, он не встретит в Израиле проявление антисемитизма, он не встретит в Израиле склоку. Надо быть, в общем-то, честным, потому что Израиль в данной ситуации нельзя говорить людям, что вот вы уедете в Израиль и там будет все хорошо, там тоже будут проблемы. Почему вам, чем вы заслужили, то, чтобы вам делали все хорошо? Мы не говорим, что было хорошо, что все хорошо, мы говорим, что... Мне хорошо кризис, мы говорим о том, что такое путь Тор, путь Песоха. Путь Песоха, это не поезд, место, где ты будешь чувствовать как... А, Виктор, мы не говорим, что было хорошо, мы говорим, чтобы не бросались камнями. Это немножко разные вещи между хорошо и бросались камнями. Но я хочу сказать немножко в другом ключе, так и примирительном, что я уже сказал, что я понимаю, что для многих евреев естественно, сейчас, вот, да, вот в наше время быть в Израиле и их место именно там. Но, на мой взгляд, это я в этом глубоко убежден, о примере очень многих моих знакомых, учеников, что надо туда ехать подготовленным. И вот эта подготовка, это такое понятие тоже растяжимое. Потому что совсем другое, одно дело, когда еврей приезжает туда уже стоявшейся в еврейском смысле личностью, это никак не связано с его возрастом, уже с какими-то базовыми знаниями, с набором еврейских ценностей. И совсем другое, когда он приезжает туда вот просто неподготовленный, и оказывается вот в этой гуще еврейской, израильской жизни, очень сложной, очень противоречивой. Вот, даже если говорить с точки зрения Алии, хотя, еще раз говорю, на мой взгляд, прежде всего, есть ценность, это Тора, а земля Израиля, это уже производная Торы. Поэтому, на мой взгляд, для меня земля Израиля, это прежде всего Торы и Дешкайт, а земля Израиля, как земля Израиля, это уже следующий этап, следующий шаг. Поэтому, с моей точки зрения, человек, прежде всего, еврей, где бы он ни находился, он должен прежде всего при Текторе, а потом уже, да, может быть, выбрать землю Израиля. То есть, иммиграция... Но, в любом случае, он должен быть подготовлен. И подготовка, это не просто, вот, выучить язык иврит на уровне эльф-мили. А это, все-таки, существенно, более серьезные вещи. Для некоторых людей это может быть не один год. Вот, просто диаспору, как перевалочный пункт, я не очень с этим согласен. Вы считаете, что это не так, что разве Израилю будет плохо, если будут приезжать люди, что называется, подготовленные, которые будут знать, зачем им нужно в Израиль, которые будут воспринимать Израиль именно как еврейский... Вот, я за это благодарен Ред Довиду, что он это делает. И многие люди приехали в Израиль, подготовленные им, и это было очень хорошо. Я против того, чтобы черные называли белыми, и против переписывания Торы, и против переписывания нашей реальности. Мне кажется, что самое хорошее в нашем разговоре это сам факт того, что этот разговор вообще происходит и происходил. Потому что, когда в еврейской жизни начинаются, не дай бог, настоящие беды, то, на самом деле, наши споры как-то, в общем-то, прекращаются все сами с собой. Так что, давайте спокойно спорить дальше. И за участие в сегодняшнем споре я благодарю Рава Довида Карпова, Равина, синагоги в Отрадном. Спасибо большое, Рав Довид. И публициста, и общественного деятеля Авигдора Эскина. Спасибо вам большое. Привет. Привет, Израилю. Чемодан, аэропорт, Израиль. Песах, Кашер, Басамея. Хорошего Песаха. Исходы из всех Египтов. Лешанаба, Байрушалаем. Команда программы «Вопросы на вопрос» и я, Асната Эстрина, прощаемся с вами. До следующей недели. Литроот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова